В прошлом году жертвами кровопит стали более полутора тысяч человек. Пострадало свыше 500 детей. Из-за уверенного плюса на столбиках термометра в этом году первые клещи были зарегистрированы уже в середине февраля. В прошлом году – в середине марта. С жалобами на укусы паразитов медицинские учреждения города и района обратились пятеро человек. Зафиксирован один случай ламборелиоза. Собираясь на дачный участок, на прогулку, в лесопарковую зону, одеваться, одежда должна максимально закрывать тело. Стоит пользоваться репеллентами, не заходить в высокую траву, предостерегать от этого детей. Если вы гуляете с домашним питомцем, обязательно использовать ошейники с репеллентами, а также осматривать питомца всех дачников, а также всех, кто живет на собственных подворьях. Прошу обратить внимание, что необходимо следить за чистотой участка, проводить уборку листьев, прореживание кустарника, бороться с мышевидными грузунами, которые являются прокормителями клещей. То есть приносят на себе на участок, они где-то могут оказаться и так попасть на человека. В Бресте наибольшее число укусов регистрируются на территории, прилегающие к парку воинов-интернационалистов, в лесополосе около Брестской областной больницы, а также в микрорайонах Плоска, Дубровка, Гершоны, Южный и на Красном дворе. Если касается района за 2018 год, анализируя данные, можно сказать, что это были районы Матыкал, деревни Матыкал, деревни Радванич, также поселка Муховец, окрестности поселка Муховец. Ну и также очень много людей знакомятся с клещом при посещении леса. При сборе березового сока, сборе грибов, ягод, тоже надо быть очень осторожными при посещении леса. Опасность клещей в том, что их сложно заметить, а ощутить укус практически невозможно. Домашние посиделки во дворе, прогулки в лесу, рыбалка, шашлыки – эти приятные моменты весны сегодня могут обернуться не совсем приятными последствиями. Но сезон активности клещей – не повод отказываться от времяпровождения на природе. Неприятностей можно избежать, если соблюдать всем известные меры безопасности.